Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Жизнь в немецком концлагере оставляет самые жуткие и болезненные переживания. Те немногие, кто смог освободиться из лагеря, предпочтут никогда не вспоминать о пережитом ужасе за его стенами. Виктор Эмиль Франкл – один из тех, кто сумел прожить больше двух лет в немецких концлагерях. Как опытный психолог, он не мог не задуматься о том, что же помогло ему и таким же простым заключенным, как он, выжить, что придало силы и наполняло его жизнь смыслом. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой книге. Часть первая. Психолог в концентрационном лагере. Во время Второй мировой войны смерть пришла практически в каждый дом жителей Европы и России. Миллионы людей испытали на себе ужасы нацистского террора. Особенно остро вся трагичность и отчаяние ощущались людьми, ставшими узниками концентрационных лагерей. Те немногие, кому посчастливилось выжить, предпочли бы навсегда забыть ужасы тюремной жизни. Виктор Франкл, наоборот, поставил для себя цель рассказать о трагедии всему миру и сделал это с искренностью и непредвзятостью, на которую только мог быть способен как ученый и как простой заключенный. Как писал Франкл, реакцию заключенных можно разбить на три фазы. Первая – шок поступления. Вторая – типичное изменение характера при длительном пребывании в лагере. Третья – освобождение. С похожим расчленением мы встречаемся и у другого исследователя поведения человека в концлагере Коэна. Согласно ему, заключенный во время своего пребывания в концлагере должен был пройти различные стадии, которые можно классифицировать следующим образом. Фаза первичной реакции, фаза адаптации, фаза апатии. Шок поступления. Франкл вспоминал о своем первом впечатлении. Представьте себе поезд, в котором полторы тысячи человек много дней и ночей в пути. В каждом из вагонов лежат на своем багаже, последнем остатке их имущества, 80 человек. Только верхняя часть окон свободна от наваленной груды рюкзаков, сумок, откуда видны предрассветные сумерки за окнами. Поезд двигается, явно въезжая на большую станцию. Внезапно в толпе людей, замерзших в вагонах в тревожном ожидании, раздается крик. Смотрите табличка «Освенцем». Наверняка каждый в этот момент почувствовал, как бьется его сердце. Теперь видно уже больше. В поднимающихся утренних сумерках, направо и налево от железнодорожных путей, на километры тянутся лагеря огромных размеров. Бесконечные. В несколько рядов ограждения из колючей проволоки, сторожевые вышки, прожекторы и длинные колонны оборванных, завернутых в лохмотье человеческих фигур, серых на фоне серого рассвета, медленно и устало бредущих по прямым и пустынным улицам лагеря. Никто не знает, куда. Тут и там слышатся отдельные повелительные свистки надсмотрщиков. Никто не знает, для чего. Наконец, мы въехали на станцию. И вот слова команды, произнесенные тем своеобразным грубым пронзительным криком, который отныне нам придется постоянно слышать во всех лагерях. Он звучит, как последний вопль человека, которого все время убивают. Двери вагона рывком распахиваются, и в него врывается небольшая сфора заключенных в обычной полосатой одежде, нагло остриженных, однако выглядящих явно сытыми с напускной жизнерадостностью. Психиатрии известна картина болезни, так называемой иллюзии помилования. Приговоренный к смерти начинает в последний момент непосредственно перед казнью, верить в то, что его помилуют. Так и мы цеплялись за надежду и тоже верили до последнего момента, что все не будет, просто не может быть так ужасно. Посмотрите на толстые щеки и румяные лица этих заключенных. Тогда мы еще не знали ничего о том, что существует элита, группа заключенных, предназначенных для того, чтобы встречать составы с тысячами людей, ежедневно прибывающими на вокзал Освенцима. Точнее забирать их багаж вместе с хранящимися или спрятанными в нем ценностями. Поэтому все из нашей группы, глядя на их сытые лица, начинали испытывать иллюзию помилования. Ведь мы не могли еще понять смысл того, что сейчас происходит. Этому смыслу суждено было стать для нас ясным только к вечеру. Нам приказали оставить все вещи в вагоне, выйти и разделиться на две колонны, мужчин и женщин, чтобы затем пройти мимо старшего офицера СС. И вот я вижу, как моя колонна человек за человеком идет мимо офицера СС. Он стоит в непринужденной позе и делает едва заметные указующие движения, то налево, то направо, но гораздо чаще налево. Никто из нас не мог представить себе то значение, которое имели эти легкие движения человеческого указательного пальца. Теперь моя очередь. ССовец, оценивающий, смотрит на меня, похоже, что удивляется или сомневается, и кладет мне обе руки на плечи. Я стараюсь выглядеть молодцевато, стою ровно и прямо. Он медленно поворачивает мои плечи, разворачивая меня вправо, и я попадаю направо. Вечером мы узнали значение этой игры указательным пальцем. Это была первая селекция, отбор тех, кто отправится в газовую камеру. Первое решение – быть или не быть. Для огромного большинства из нашего транспорта – около 90% – это был смертный приговор. Нам, меньшинству из тогдашнего транспорта, это стало известно вечером того же дня. Я спрашиваю товарищей, которые находятся в лагере дольше, куда мог попасть мой коллега. Его отправили на другую сторону? Да, отвечаю я. Тогда ты увидишь его там, говорят мне. Где? Рука показывает на расположенную в нескольких сотнях метров трубу, из которой в далекое серое польское небо взвиваются жуткие остроконечные языки пламени многометровой высоты. Что это там? Там, в небе твой друг, грубо отвечают мне. По прибытию мы не могли до конца понять того, что человек здесь лишается буквально всего. Я очень хотел сохранить свои рукописи. Тогда мне казалось, что есть способ, как это сделать. Но вскоре мои надежды были развенчаны. На этом моменте наступает кульминация моей прежней жизни. Под ней подведена жирная черта. Конец цитаты. Безвыходность ситуации, близость смерти не раз вызывала у многих заключенных мысли о самоубийстве. Существовал и лагерный метод покончить с собой. Дотронуться до колючей проволоки под током высокого напряжения. В Освенциме заключенный в стадии шока вообще не боялся смерти. В первые дни после поступления в лагерь газовая камера уже не вызывала ужаса. Она представляла собой всего лишь то, что избавило бы от самоубийства. Вскоре, однако, паническое настроение уступало место безразличию. И наступала вторая фаза. Изменение характера. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Фаза адаптации. На этой стадии очень точно подходит высказывание Достоевского. Человек – существо, которое ко всему привыкает. У людей очень быстро появляется апатия к происходящему, своеобразный защитный механизм психики. То, что обычно вызывало у человека страх, отчаяние или возмущение, теперь не вызывало эмоций. Вот как описывает Франкл то, что происходило в концлагере с людьми, находящимися на стадии адаптации. Здесь и далее краткое переложение книги «Сказать жизни да. Психолог в концлагере», цитированное по изданию 2004 года издательство «Смысл». Кажется, что все промыслы сосредоточивались на одном – пережить день. Когда вечерами заключенных приводили с рабочего задания обратно в лагерь, каждый раз у них вырывался тяжелый возглас. Ну вот, еще один день выдержали. В общем, про обитателя концлагеря можно сказать, что он спасается, впадая в своего рода спячку, и тем сильнее берет вверх все то, что служит самосохранению. Примитивность внутренней жизни обитателей концлагеря находит характерное выражение в типичных желаниях заключенных. В основном они мечтали о хлебе, тортах, сигаретах и теплой ванне. В те короткие моменты, когда они могли оказаться без присмотра надзирателя, все разговоры были о еде. Весь смысл жизни крутился вокруг еды. Если вся жизнь в лагере приводила к общей примитивизации, то недоедание – к тому, что именно голод становился основным содержанием, вокруг которого вращались все мысли и желания. Возможно, именно поэтому оно являлось основной причиной отсутствия интереса к разговорам на какие-либо сексуальные темы. Помимо упомянутого безразличия, во второй фазе появлялось также выраженное возбуждение, агрессия. Большинство заключенных страдали от своеобразного чувства неполноценности. Каждый из них когда-то был кем-то, или по крайней мере верил, что был. Но здесь с ними обращались буквально так, как если бы он был никем. Поэтому некоторые стремились своим поведением заслужить внимание надзирателей, чтобы подняться немного вверх по социальной лестнице барака. Стать старостой в блоке, хозяйственником или просто приближенным к немцам – все это делало такого человека выше других. Это давало ему некоторые привилегии и позволяло жить немного лучше, чем остальные. Громадные массы заключенных страдали, с одной стороны, от недоедания, с другой – от недосыпания из-за кишащих в тесно набитых бараках насекомых. Если недоедание делало людей апатичными, то хронический дефицит сна приводил их в возбуждение. При всем этом люди жили в постоянном ожидании последнего дня, и этому ожиданию не было конца. Ведь никто из заключенных не мог знать, как долго ему придется там находиться. Насколько завидным казалось им положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои 10 лет, который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождения. Узники концлагерей не имели или не знали никакого. Это было одним из наиболее тягостных обстоятельств жизни в лагере. Неопределенность срока освобождения порождала ощущение необычности мира по ту сторону колючей проволоки. Сквозь нее заключенный видел людей снаружи так, как будто они принадлежали к другому миру, или как будто он сам уже не из этого мира. Те, кто не смог привязаться к какому-либо моменту времени в будущем, были особенно подвержены опасности внутреннего падения. Оно наступало так стремительно, что за несколько дней приводило к катастрофе. Люди просто лежали весь день на своем месте в бараке, отказывались идти на построение для распределения на работу, не заботились о получении пищи и не ходили умываться. Никакие предупреждения или угрозы не могли вывести их из этой апатии. Ничто их не страшило. Наказания и побои они сносили тупо и равнодушно. Все это было им безразлично. Это лежание, порой в собственной моче и экскрементах, было опасным для жизни, что ярко проявлялось тогда, когда заключенного неожиданно охватывало ощущение бесконечности пребывания в лагере. Вот один из примеров. В начале марта 1945 года один заключенный по лагерю рассказал Франклу, что 2 февраля 1945 года он видел вещий сон. Голос, представившийся пророческим, сказал ему, что для него война закончится 30 марта 1945 года. 30 марта приближалась, однако не было никаких признаков того, что голос сказал правду. 29 марта человек свалился в бреду и лихорадке. 30 марта он потерял сознание. 31 марта он умер, его унес сыпной тиф. Для него война действительно закончилась 30 марта, в день, когда он потерял сознание. Франкл предполагает, что разочарование, которое вызвал у этого человека реальный ход событий, привело к снижению жизненного тонуса, иммунитета и сопротивляемости организма, что чрезвычайно ускорило развитие дремавшей в нем инфекции. В конечном счете получается, что телесно-душевный упадок зависит от духовной установки. Но ведь в этой духовной установке человек был свободен. Заключив человека в лагерь, можно было отнять у него все, вплоть до очков и ремня. Но у него оставалась эта свобода до последнего мгновения, до последнего вздоха. Это была свобода настроиться так или иначе, и это так или иначе существовало. Были те, кому удавалось превозмочь апатию. Это были люди, которые шли сквозь бараки и маршировали в строю. У них находилось для товарища доброе слово и последний кусок хлеба. Они являлись свидетельством того, что никогда нельзя сказать, что сделает лагерь с человеком. Превратится ли человек в типичного лагерника или все же даже в таком стесненном положении, в этой экстремальной пограничной ситуации, он останется человеком. Каждый решает сам. Не может быть и речи о том, что в концлагере человек обязательно подчиняется давлению окружающих условий, формирующих его характер. Благодаря упрямству духа у него сохраняется принципиальная возможность оградить себя от влияния этой среды. Фрейд утверждает следующее. Попробуйте одновременно заставить голодать некоторое количество самых разных людей. По мере нарастания настоящей пищевой потребности все индивидуальные различия будут стираться, и их место займут однообразные проявления одного неутоленного влечения. Оказалось, что это не так. Коэн пишет. Действительно, были заключенные, не охваченные полностью эгоизмом, у которых еще оставалось место для альтруистических чувств и переживаний, и которые сострадали своим сотоварищем. По-видимому, условия обитания в концлагере не смогли оказать на них такое же влияние, как на других заключенных. Аналогичным образом Адлер в своей научной монографии о лагере Терезиенштадт подчеркивает, что нельзя рассматривать изменение характера как перемену образа мыслей или падение устоявшейся морали. Обычно внезапно пропадала, как будто ее и не было, лишь внешняя воспитанность. Чтобы сохранить себя в столь жесткой ситуации, без большего ущерба, требовалось нечто исключительное – человечность. Лишь немногие смогли сохранить свою человечность, однако они подавали другим пример, и этот пример вызывал характерную цепную реакцию. О таких людях нельзя говорить, что они испытывали регрессию. Наоборот, в моральном отношении они прогрессировали, претерпели моральную и религиозную эволюцию. Фаза освобождения. То, что касается реакции заключенного на освобождение, может быть коротко описано так. Вначале все кажется ему похожим на чудесный сон, и он не отваживается в это поверить. Ведь столько чудесных снов уже привели к разочарованию. Как часто он мечтал даже не об освобождении, а о том, как он возвращается в свой дом, обнимает жену, здоровается с друзьями, садится за стол и начинает рассказывать о том, что он пережил, как он ждал этого момента свидания и как часто он мечтал об этом моменте, пока он не стал, наконец, реальностью. Тут ему в самое ухо звучат три свистка, которыми по утрам командуют подъем и выхватывают его из сна, который лишь разыграл перед ним свободу, который лишь посмеялся над ним. Однако в один прекрасный день то, к чему стремились и о чем мечтали, стало реальностью. Освобожденный из лагеря пока еще подвержен своего рода деперсонализации. Он еще не может по-настоящему радоваться жизни. Он должен сначала научиться этому. Освобожденный заключенный еще нуждается в психологической помощи. Что удивительно, пока люди были в концлагере, у них проходили полностью или значительно улучшались даже застарелые неврозы. Депрессивные реакции, фобия, психозы, истерические симптомы и суицидальные попытки наблюдались очень редко. Единственные психические симптомы, которые были широко распространены, заключались в апатии, замедлении реакций и ослаблении концентрации внимания и памяти, что было вызвано в первую очередь хроническим недоеданием. Что касается людей, возвратившихся из концлагерей, то у них находились самые разные симптомы. Беспокойство, чувство усталости, ухудшение концентрации, возбудимость, непоседливость, ослабление памяти и способности концентрации, раздражительность, депрессии и головные боли. После освобождения у людей начинали вновь просыпаться их старые болячки, проявляли себя приобретенные в лагере последствия тяжелых заболеваний, психологических и физических травм. У политических заключенных, в отличие от простых военнопленных, к нечеловеческим условиям жизни и голоданию добавлялись постоянные чувства унижения, физические истязания и, наконец, постоянные угрозы расправы. Поэтому они были сильнее психологически травмированы, чем голодающие военнопленные. Что же касается заключенных евреев, то к их тяготам, как отмечает Коэн, добавлялось знание о том, что их супруг или супруга, дети и родители были убиты. Многие отчетливо понимали очевидный факт полного краха своей жизни. Психотерапия в концлагере. Возможности психотерапии в лагере были крайне ограничены, пишет Франкл. Работа сводилась к тому, чтобы предотвращать мысли о самоубийстве и возвращать людям веру в будущее. Тот же, кто уже не мог больше верить в свое будущее, был потерян. Мужество жить или, наоборот, усталость от жизни оказывались всякий раз зависящими лишь от того, имел ли человек веру в смысл своей жизни. Вот что пишет Виктор Франкл. «Девизом моей психотерапевтической работы в концлагере могли бы служить слова Ницше. У кого есть «зачем жить», может вынести почти любое «как». Зачем это содержание жизни? А как это были те условия жизни, которые делали жизнь в лагере столь тяжелой, что ее можно было выдержать, лишь принимая во внимание ее «зачем». Это нужно было довести до сознания заключенных, чтобы помочь им выстоять перед тяготами концлагерной жизни». Конец цитаты. В любой психотерапии, к которой Франклу приходилось обращаться в лагере, играло роль то, что он называл стремлением к смыслу. Смысл, к которому стремится человек в концлагере, должен быть настолько безусловным. Ведь жизнь, зависящая только от случайности, не стоит, пожалуй, того, чтобы вообще быть прожитой, считает психолог. Безусловность смысла жизни Франкл поясняет следующим примером. Как-то раз в лагере перед Франклом сидели два человека, оба решили покончить с собой. Оба твердили стереотипную фразу, которую то и дело слышишь в лагере. «Мне больше нечего ждать от жизни». Чтобы их переубедить, нужно было, чтобы они понимали, что жизнь ожидает от них, что каждого из них ждет какое-то дело или человек. На самом деле, выяснилось, что независимо от того, чего оба узника ждали от жизни, перед ними самими стояли вполне конкретные задачи. Цитата. «Выяснилось, что один из них издает серию книг по географии, но эта серия еще не завершена, а у второго за границей есть дочь, которая безумно любит его». Таким образом, одного ждало дела, другого – человек. Оба в равной мере получили тем самым подтверждение своей уникальности и незаменимости, которая может придать жизни безусловный смысл, невзирая на страдания. «Первый был незаменим в своей научной деятельности, так же, как второй в любви своей дочери», пишет Франкл. По словам психолога, задача психотерапии осложнялась еще и тем, что люди, с которыми приходилось иметь дело, как правило, не могли рассчитывать на выживание. Далее цитата из книги Франкла. «Что можно сказать им? Но и здесь обнаруживалось, что в сознании каждого незримо присутствует кто-то, кого, может быть, уже давно нет в живых, но он все же каким-то образом присутствует здесь и сейчас, как интимнейший собеседник. Для многих это был первый, последний и вечный собеседник – Бог, для других людей – человек или друг. Кто бы, однако, не занимал это место, выше и последней инстанции, важен был лишь задаваемый себе вопрос – что он ждет от меня, что означало, какое отношение. В конечном счете, было важно именно отношение к страданию и смерти, с которым человек был готов страдать и умереть. Человеку важно умереть своей смертью. Своей – значит осмысленной, хотя и по-разному. Ведь смысл смерти, точно так же, как и смысл жизни, у каждого свой, глубоко личный. Тем самым наша смерть задана нам, и мы несем ответственность по отношению к этой задаче так же, как и по отношению к задаче жизни. Ответственность перед кем, перед какой инстанцией? Разве не решает в конечном счете каждый для себя этот последний вопрос? Какое имеет значение, если, например, один из соседей по бараку ощущал эту ответственность перед своей совестью, другой перед Богом, а третий перед человеком, который был далеко? Во всяком случае, каждый из них знал, что где-то есть кто-то, кого нельзя увидеть, но кто видит его, кто требует от него, чтобы он был достоин своих мучений? Если заключенный обнаруживал, что он не может больше выносить реальность лагерной жизни, он находил в своей духовной жизни возможность выхода, которую трудно переоценить, возможность ухода в духовную сферу, которую СС не в состоянии разрушить. Духовная жизнь заключенного укрепляла его, помогала ему адаптироваться и тем самым в существенной степени повышала его шансы выжить. Конец цитаты. Чувствительные люди хрупкого телосложения, привыкшие к активному духовному существованию, переживали тяготы лагерной жизни не так болезненно, чем физически сильные натуры. Франкл сам все время старался прибегать к средствам, позволявшим ему дистанцироваться от всего страдания, которое его окружало. Франкл писал, «Я вспоминаю, как однажды утром я шагал из лагеря на работу и чувствовал, что уже больше не в состоянии выносить голод, холод и боль в мои вздувшихся от голода и по этой причине засунутых в открытые ботинки, подмороженных и нарывающих ногах. Моя ситуация представлялась мне безотрадной и безнадежной. Тогда я представил себе, что я стою на кафедре в большом, красивом, теплом и светлом конференц-зале. Собираюсь выступить перед заинтересованными слушателями с докладом под названием «Психотерапия в концентрационном лагере» и рассказываю как раз о том, что я в данный момент переживаю. С помощью этого приема мне удалось как-то подняться над ситуацией, над настоящим и над страданиями и увидеть их так, как будто они уже в прошлом, а я сам со всеми моими страданиями представляю собой объект научно-психологического исследования, которое я же и предпринимаю. Конец цитаты. Если спросить бывших узников о самом главном опыте, который дало им испытания концлагерям, они ответят, что узнали, кто такой человек. Это существо, которое постоянно решает, что оно такое. Это существо, которое изобрело газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой головой и с молитвой на устах. О смысле труда. В смысле жизни нельзя сомневаться, его надо осуществлять своими действиями. Правильность ответных действий, в зависимости от конкретной ситуации и конкретной личности, всегда будет индивидуальная. Каждому человеку в жизни отведена своя роль и выполнить ее следует достойно. Не видя уникальности и неповторимости смысла своего существования, каждый отдельный человек чувствовал бы себя скованным, оцепенелым и бесцельным, что вызывает усталость и отчанье. Как только на горизонте появляется цель, она сразу же придает силы и дает жизни направление. Пока человек считает созидательные ценности самым главным в жизни, он их, как правило, реализует в работе. Обычно работа представляет собой ту область, в которой человек проявляет себя по отношению к обществу. Чем больше пользы для общества от выполняемой работы, тем более ценен его вклад в общее дело. Положение в обществе или же должность не отражает реальный вклад человека. Можно занимать высокую должность и делать работу спустя рукава, а можно небольшой участок рядовой работы выполнять так, что стать предметом подражания для других. Некоторые люди склонны думать, что их настоящая профессия им не подходит, и это мешает им выполнять свою жизненную миссию. Это ошибочное мнение. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым. Она лишь предоставляет ему возможность стать таковым. Если работа не подходит, то в этом виноват сам человек. Работа не всегда отражает желание работника. Люди склонны к тому, чтобы реализовывать себя на трудовом месте. Чем меньше у человека возможности реализовать себя на работе, тем больше этот процесс превращается в банальное зарабатывание денег. Согласитесь, трудно реализовать себя в том, чтобы изо дня в день по 8 часов следить за линией конвейера, выполняя одни и те же действия. Здесь нет индивидуальности, а значит, настоящая жизнь человека начинается вне рабочего времени. Работа в этом плане становится лишь средством для зарабатывания денег, для реализации своих истинных задач. Наиболее яркое значение работы для человеческого бытия проявляется в случаях, когда он становится безработным. Чувства собственной непригодности и отсутствия возможности реализовать себя повергают человека в апатию, которая с каждым днем развивается. Оставшись без работы, чаще всего человек теряет осмысленность жизни, что неизбежно приводит к дезорганизации, собственной активности и физическому износу организма. Психиатрам, например, хорошо знаком типичный синдром ускоренного психофизического износа, связанный с выходом человека на пенсию. Признаки старения в этом случае проявляются с удивительной быстротой. Несмотря на окажущуюся сложность, такие неврозы легко лечатся с помощью логотерапии. Логотерапевтический подход показал, что большинство людей хотят не столько заработать деньги, а иметь какое-нибудь дело в жизни. Для того, чтобы помочь такому человеку, необходимо провести экзистенциальный анализ, который покажет безработному путь к его внутренней свободе. Удовлетворение, которое человек может получить от работы, не равно тому чувству удовлетворения, которое дает жизнь в целом. Тем не менее, невротики часто пытаются уйти от разносторонней жизни, находя прибежище в работе. Попытка реализовать себя только в работе делает жизнь вне работы для человека бессмысленной. Ему нечем заполнить ее вне работы. Для таких людей выходные и отпуск не в радость, они просто не знают, чем занять это время. Во время отдыха проявляется вся скудность смысла повседневной жизни. Вся бесцельность, бессмысленность и пустота их существования встают перед ним во весь рост. Чем больше продолжается отдых, тем больше они страдают и с нетерпением ждут, когда он закончится, и они вернутся на работу, в которой они привыкли жить. Чтобы заполнить эту пустоту, люди пытаются найти себе занятие, в котором они смогли бы занять место пассивного наблюдателя. Одни идут в кино, другие направляются в бар или кафе. Третьи поудобнее усаживаются у телевизора. Это самое распространенное убежище для страдающих неврозом выходного дня. Однако никто из них не задумывается о том, какую действительно ценность имеют их занятия. Тогда как все эти занятия пустые, они не дают абсолютно ничего для человека. Просто бесцельно проведенное время. Если бы это время человек тратил на то, чтобы реализовывать себя в спорте, любимом деле, самосовершенствовании, оно бы не тянулось для него столь мучительно. Наоборот, человек с нетерпением ждал бы выходного как награду за напряженную трудовую неделю. По окончании дня он бы испытывал удовлетворение от того, что он сделал. Роль пассивного наблюдателя никогда не даст такого удовлетворения. О смысле любви. Если рассматривать любовь с точки зрения человеческого существования, то она представляет собой область, в которой особенно легко реализуются ценности переживания. Любовь – это переживание другого человека во всем его своеобразии и неповторимости. В любви любимый человек воспринимается как единственный в своем роде и как таковой вбирается в собственную личность любящего. Для любящего человека он становится незаменимым существом, без которого невозможно обойтись. Самому предмету любви подчас совершенно ничего не надо делать, а просто быть. Ему нет нужды стараться, потому что любовь не заслуживают, любовь – это просто милость. Но любовь – это еще и волшебство. Любовь значительно увеличивает полноту восприятия ценностей. Отдаваясь во власть любви, любящий переживает небывалое внутреннее обогащение. Оно как будто озаряет всю его жизнь, принося небывалое счастье. Ибо хорошо известно, что любовь делает человека не слепым, а зрячим, способным видеть ценности. Любящий человек через переживания собственной любви прикасается к «я» любимого человека. Для этого ему придется постепенно проникнуть в каждый из трех слоев личности своего любимого, и для каждого из них нужен свой подход. Самый примитивный подход относится к самому внешнему слою – это сексуальное отношение. Физическая внешность другого человека вызывает сексуальное возбуждение. На ступеньку выше стоит эротическое отношение. Важно четко разграничивать эротику и сексуальность. Эротическая предрасположенность означает не просто сексуальную возбудимость или подверженность сексуальным влечениям. Если мы считаем физическую сущность партнера его внешним слоем, то эротика проникает в следующий, более глубокий, в психическую сферу партнера. Такое отношение к партнеру обычно называют «сильным увлечением». Физические качества партнера возбуждают нас сексуально, но в то же время мы увлечены и другими, психическими его достоинствами. Увлеченный человек находится уже не просто в состоянии физического возбуждения, а скорее в состоянии психоэмоционального возбуждения от психической организации партнера, скажем, от каких-то конкретных черт его характера. Если чисто сексуальное отношение направлено на физическую сущность партнера и не способно быть чем-то больше, то эротическое отношение – это отношение увлеченности, оно сочетает в себе сексуальное и психоэмоциональное влечение, но не проникает в сердце другого человека. Высшим, самым глубинным слоем будет любовь. Любовь представляет конечную стадию эротического отношения, так как только она проникает наиболее глубоко в личностную структуру партнера. Любовь представляет собой вступление во взаимоотношения с другим человеком, как с духовным существом. Духовная близость партнеров является наивысшей достижимой формой партнерства. Тому, кто любит, уже недостаточно больше для возбуждения соответствующего физического или эмоционального состояния. Его по-настоящему затрагивает только духовная близость партнера. В отличие от других отношений, любящему человеку не столь важно, насколько объект его любви физически сексуален или психоэмоционально привлекателен. Он любит его самого, того, кто в самой глубине души. Взгляд того, кто любит, проникает через физическое и психическое деяние духовного ядра, проникает до самой сердцевины другого существа. Для любящего важен человек, партнер как единственный в своем роде, незаменимый и несравнимый ни с кем. Из этого следует, что настоящая любовь является своим собственным гарантом постоянства, потому что физическое состояние проходит, и психологическое состояние непостоянно. Сексуальное возбуждение носит только временный характер, оно исчезает мгновенно после удовлетворения. Но духовный акт, посредством которого человек принимает духовное ядро другого человека, является действующим раз и навсегда. Таким образом, настоящая любовь, как духовная связь с другим существом, не может носить временный характер. Вот почему любовь часто переживает смерть любимого человека. В этом смысле мы понимаем, почему любовь сильнее смерти. Существование любимого может быть прекращено смертью, но его сущность не может умереть. Тому, кто по-настоящему любит, смерть любимого всегда кажется непостижимой, так же, как непостижима для него и его собственная смерть. Даже в любви между людьми разного пола тела, то есть сексуальный элемент, не является первичным. Оно только средство самовыражения. Любовь, как таковая, может существовать и без него. Там, где сексуальность возможна, любовь будет желать и стремиться к ней. Но там, где требуется отказ от нее, любовь не охладеет и не умрет. В действительности, любовь – это только один из возможных способов наполнить жизнь смыслом, и даже не лучший способ. Наше существование пришло бы к печальному концу, и наша жизнь была бы поистине бедна, если бы ее смысл зависел только от того, испытали мы или нет счастье в любви. Жизнь бесконечно богата возможностями реализовать ценности. Нам нужно только помнить о важности реализации созидательных ценностей. Проблема в том, что многие этого не понимают, и изо всех сил стремятся добиться любви, повышая свою сексуальность или стремясь выглядеть более эротично. Упор на внешность приводит к общей переоценке ценности красоты в эротической жизни. Человек, как таковой, обесценивается. Это ошибочные движения. Для настоящей любви совершенно не важно, насколько сексуален или обворожителен человек. Важна только его внутренняя красота. Даже если встретить любовь не получится, то это тоже не будет проблемой, ведь смысл можно обрести не только в любви. В вопросах любви люди могут обманываться. Например, человек может думать, что любовь заставила его видеть, тогда как на самом деле он был просто ослеплен сильным увлечением. Но понять это можно будет лишь по прошествии времени. Настоящая любовь не имеет проходящего характера. Она всегда есть. Если она угасла, значит, что ее и не было вовсе. Единственное, что бывает, так это то, что человек может любить, рискуя, что объект его любви со временем окажется недостойным самой этой любви. Тогда любовь умирает сразу же, как только тот, кто любит, перестает воспринимать достоинство любимого. Объект простого обладания может быть сменен. Но только настоящая любовь и только она приводит к моногамным отношениям, составляет основу верности. Из всего этого следует, что отношения, построенные на увлеченности, являются плохой основой для брака. Однако и истинная любовь тоже не всегда должна заканчиваться бракосочетанием. Брак – это нечто больше, чем проблема личных переживаний. Это организация сложной структуры социальной жизни, узаконенная государством или санкционируемая церквью. Таким образом, брак глубоко проникает в сферу общественных отношений. И должны быть удовлетворены определенные социальные условия, прежде чем брак будет скреплен. Кроме того, существуют биологические условия и обстоятельства, которые в данных случаях могут делать заключение брака нежелательным. Эти факторы не могут сделать бесправной и бессмысленной любовь как таковую, но партнеры, вступающие в такой брак, должны рассматривать свой альянс только лишь как духовное партнерство, а не как то, что обычно сопутствует браку, то есть продолжение собственного рода. Если же люди вступают в брак ради чего-то другого, то им следует серьезно задуматься об этом. В частности, там, где главную роль при принятии решения о вступлении в брак играют экономические мотивы, преобладает материалистическое желание иметь. Для устройства такого рода браков социальный аспект брака считается главным и единственным фактором. Деградация человеческих отношений, которые влечет за собой такой подход к браку, отрицательно сказывается на последующем поколении. Настоящая любовь сама по себе является решающим фактором моногамной связи. Исключительность этой связи вызывает необходимость в том, чтобы человек образовывал правильную связь. Он не только должен быть готов связать себя, но он также должен знать, с кем он себя связывает. Становится чрезвычайно важным, чтобы он выбрал истинно подходящего партнера. Эротическая зрелость делает человека готовым для моногамной связи. Она включает двойное требование – способность выбрать партнера и способность остаться верным ему. Молодость – это время подготовки к сексуальной жизни, так же, как и к жизни в целом. Молодость должна исследовать, искать и находить правильного партнера. Молодость должна также вовремя научиться быть верной. Эти два требования нередко противоречат друг другу. С одной стороны, для того чтобы развить способность выбирать партнера, молодой человек должен приобрести хоть в какой-нибудь степени эротическое видение и эротическую практику. С другой стороны, при развитии способности быть верным, молодой человек должен научиться не поддаваться переменам в настроении, придерживаться одного партнера и сохранять имеющиеся отношения. В некоторых случаях человек может оказаться в сомнении, бросить ли данную конкретную связь для того, чтобы испробовать как можно больше других связей, для выбора, в конце концов, единственно правильной. Или же сохранять имеющуюся связь как можно дольше, с тем, чтобы научиться супружеской верности как можно скорее. На практике молодому человеку, стоящему перед такой дилеммой, будет лучше посоветовать задать себе вопрос, что именно он хочет. Желает ли он бросить существующие значимые для него отношения, из-за боязни быть связанным и пытаясь избежать ответственности. В противоположном случае ему следует спросить себя, не цепляется ли он за уже отживающую и умирающую связь, из-за боязни оказаться какое-то время в одиночестве. Если он посмотрит на свои субъективные мотивы, он найдет, что совсем нетрудно принять объективное решение. Мы все должны постоянно помнить следующее. Увлечение ослепляет нас. Настоящая любовь дает нам возможность видеть. В то время как любовь обогащает и вознаграждает нас, она также приносит несомненную пользу другому человеку, ведя его к тем потенциальным ценностям, которые можно увидеть и предугадать только в любви. Любовь помогает любимому стать таким, каким его видит любящий, потому что тот, кого любит, всегда стремится стать достойным того, кто его любит. Он старается все больше и больше соответствовать представлениям о себе, сложившимся у того, кто его любит. Тем самым он становится все более и более похожим на тот образ, каким его замышлял и хотел видеть Бог. Во взаимной любви, в которой каждый хочет быть достойным своего партнера, стать таким, каким его видит партнер, происходит такой удивительный и взаимообогащающий процесс, при котором каждый из партнеров превосходит другого и таким образом возвышает его. При неразделенной любви возникает чувство жалости к самому себе, но также и извращенного смакования несчастья. Такого человека надо перевоспитывать. Он должен научиться быть готовым к восприятию множества возможностей, которые могут встретиться на его пути. Потому что по теории вероятности, в жизни каждого среднего человека на каждые девять несчастливых любовных историй будет приходиться только одна счастливая. Он должен просто ждать именно эту счастливую и не ставить преград на ее пути, используя несчастье как предлог для полного отказа от счастья. Психотерапевтическое лечение, так называемой неразделенной любви, должно поэтому состоять, с одной стороны, в раскрытии этого стремления к бегству, и с другой, в объяснении миссионерской предназначенности не только жизни в целом, но и любовной жизни в частности. Даже любовь, на которую отвечают взаимностью, не всегда свободна от несчастья. Среди всего прочего существуют муки ревности. В их основе лежит отношение к объекту любви, как к своей собственности. Ревнивый человек относится к другому, которого он якобы любит, так, как будто это человек его собственность. Он низводит его до предмета потребления. Он хочет иметь его только для себя, тем самым доказывая, что он думает о нем только в терминах владения. В настоящей любви нет места ревности. Она исключается просто по определению, так как настоящая любовь предполагает взаимное ощущение и признание неповторимости и своеобразия партнеров. Ревность – это глупость, так как она появляется либо слишком рано, либо слишком поздно. Она может быть либо неоправданной, потому что партнер сохраняет верность, либо обоснованной, если партнер на самом деле неверен. В последнем случае ревность, конечно, бессмысленна, поскольку данное конкретное партнерство уже более не существует. Можно добавить, что с тактической точки зрения ревность – это опасно эмоция. Ревнивый человек порождает то, чего он опасается – исчезновение любви. Ревнивый человек, сомневаясь в своей возможности удержать своего партнера, может действительно потерять его, толкнуть в объятие другого, принуждая к неверности, потому что он усомнился в его верности. Конечно, верность – это одна из задач любви, но это всегда задача только для того, кто любит и никогда не может быть требованием, направленным на партнера. Поставленная в виде требования, она будет в конце концов восприниматься как вызов. Недоверие дает почву для взаимной подозрительности, что в конце концов окажется оправданным. На доверие партнер всегда должен отвечать честностью. Давайте теперь перейдем от проблемы подозреваемой неверности к проблеме неверности, имеющей место. Здесь мы сразу же сталкиваемся с двойным стандартом морали. Супружеская неверность мужчины и женщины обычно осуждается совершенно по-разному. Женщину обычно осуждают за супружескую измену гораздо более строго, чем мужчину. Возможно, несправедливость такой двойной морали только кажущаяся, потому что с психологической точки зрения отношение полов к сексуальной жизни существенно различается. Allers, например, подчеркнул это различие в следующей формуле. Мужчина отдается любви, женщина отдается в любви. И, наконец, мы не должны недооценивать социальную причину этого двойного морального стандарта. Если у женщины, у которой были любовные интриги с несколькими мужчинами, рождается ребенок, она не может знать наверняка, кто отец ее ребенка. В то время как муж, который изменяет своей жене, может быть совершенно уверен в своем отцовстве, если супруга остается ему верна. Обсуждение вопросов неверности партнеров может привести к многочисленным и самым различным выводам. Разнообразие возможных отношений к неверности делает ее основательным поводом для актуализации ценностей отношений. Один человек отомстит за боль, причиненную ему расторжением брака. Другой простит и примирится. Третий попытается заново завоевать этого партнера, отвоевать его себе. Прагматический взгляд на эротику не только превращает партнера в особого рода собственность, но и сам сексуальный акт делает товаром. Это особенно бросается в глаза в явлении проституции. С точки зрения психологии, проституция является личным делом проституток и их клиентов, так как свой выбор они сделали добровольно, никто не принуждал их к этому. Недостаток денег или социальные проблемы сами по себе никогда не смогут заставить психологически и морально здоровую женщину заняться проституцией. Что же касается клиентуры такой торговли телом, то они ищут как раз такой вот безличной и не связывающей формы любовной жизни, которую ему даст связь с товаром. С точки зрения психологической гигиены, проституция также опасна, как и с точки зрения гигиены тела. От психологической опасности, однако, не так легко уберечься. Главная опасность заключается в том, что проституция воспитывает именно такое отношение к сексу, которое мудрое сексуальное воспитание пытается предотвратить. Подобная связь сводится лишь к удовлетворению инстинктов и получению сексуального удовольствия. Когда молодые люди, стремящиеся к любви, вырастают в сексуально озабоченных взрослых, это часто оказывается результатом неправильного воспитания. Нам, например, знаком случай, когда мать направила своего сына к проституткам, чтобы отвлечь его от любви к девушке, которую она считала в экономическом и социальном плане ниже своего отпрыска. Направление импульсов любви на путь проституции, сведение секса к простому удовлетворению инстинктов преграждает путь к правильной эротической жизни. Если же благодаря связям с проститутками, молодой человек зацикливается на сексуальном удовольствии как самоцели, вся его будущая супружеская жизнь может быть нарушена. Потому что тогда, когда он полюбит по-настоящему, он окажется уже не в состоянии ни повернуть назад, ни двинуться вперед, ни достичь истинного отношения настоящего любовника к сексу. Для любовника сексуальный акт – это физическая манифестация духовного союза. Но когда мужчина привык к сексу не как к средству выражения, а как к самоцели, он делит всех женщин резко на два класса – класс Мадонн и класс Шлюх, со всеми вытекающими отсюда психологическими трудностями. Такие случаи хорошо известны в психотерапии. Для женщины тоже существуют модели, которые мешают ее нормальному развитию в понимании секса как выражение любви. И здесь, опять же, нанесенный ущерб, трудно исправить. В одном таком случае девушка поддерживала исключительно платонические отношения со своим молодым человеком. Она отказывалась вступать с ним в сексуальную связь, потому что не чувствовала никакого позыва к этому. Ее партнер настаивал все более и более и даже обронил такое замечание – «Мне кажется, что ты, вероятнее всего, фригидна». С этих пор ее не покидало беспокойство о том, что, возможно, он прав. Измученная этим опасением, она решила отдаться ему для того, чтобы доказать ему и себе, что он не прав. Результатом такого эксперимента неизбежно оказалась полная неспособность ее испытать настоящее удовольствие, потому что импульс еще не созрел, он не проснулся и не мог еще быть пробужден. Вместо того, чтобы подождать, пока он разовьется постепенно и естественно, девушка бросилась навстречу своему первому сексуальному опыту с отчаянным стремлением доказать свою способность испытывать удовольствие, но в то же самое время с тайным опасением, что она может оказаться и неспособной на это. Сама по себе искусственность подобной ситуации неизбежно подавляла бы любые импульсы, даже если бы они и пробудились. При таких обстоятельствах совсем неудивительно, что девушка, озабоченно следящая за собой, не могла ни отдаться сексу, ни ответить на него. Возможным следствием такого разочарования в будущей любовной жизни или в замужестве для женщины может стать психогенная фригидность. Когда человек зацикливается на сексуальной состоятельности, его самонаблюдение обостряется, и он начинает опасаться, что у него что-то не получится. Сексуальный невротик фиксирует свое внимание не на партнере, как это делает любой нормальный любовник, а на сексуальном акте как таковом. В результате акт не удается, он просто не может удаться, потому что он не происходит естественно, а его настойчиво желают. В таких случаях задача психотерапии – убедить пациента в том, чтобы он никогда не чувствовал себя обязанным совершать сексуальный акт. Следует избегать всего того, что пациент может расценить как побуждение к сексуальности. Пациент должен учиться непринужденности до тех пор, пока не достигнет естественности в своем сексуальном поведении. И тут мы снова и снова, на этот раз в сфере сексуальной жизни, видим, насколько слепо самодавляющее стремление к счастью, насколько безнадежны даже самые отчаянные попытки достичь счастья или удовольствия как такового. Все они обречены на провал. Об авторе. Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни. Виктор Франкл. Виктора Франкла без преувеличения можно назвать выдающимся ученым своего времени. Он получил не одну научную степень и по праву считается одним из лучших психологов. Мало кто станет оспаривать, что он оказался одним из величайших духовных учителей человечества в XX веке. Он не только построил психологическую теорию смысла и основывал на ней философию человека, он раскрыл глаза миллионам людей на возможности открыть смысл в собственной жизни. Виктор Эмиль Франкл прожил долгую жизнь. Он родился 26 марта 1905 года в Вене, где провел большую часть своей жизни. С юных лет Франкл активно интересовался психологией, поэтому сомнений в выборе профессии не было. В 1923 году он окончил медицинский колледж и стал специалистом в области неврологии и психиатрии. Яркий и интересный психолог Виктор Франкл с энтузиазмом изучает труды популярного в то время Зигмунта Фрейда и даже вступает с ним в переписку. Фрейд даже помог молодому Франклу опубликовать в журналах научные статьи. Позднее Франкл изменит свои научные взгляды. Теории Фрейда вызывали у него множество вопросов, поэтому он перевел свой взгляд на учение другого видного психолога XX века – Альфреда Адлера. Адлер когда-то, как и Франкл, был приверженцем Фрейдовской школы и даже входил в небольшое число учеников, приближенных к Фрейду. Однако впоследствии он кардинально изменил свои взгляды и основал свою школу психологии. Адлер, в отличие от Фрейда, искал корень всех причин не в психоанализе, основанном на принципе удовольствия, а в индивидуальной психологии, основанной на стремлении к статусу. От этих двух фундаментальных школ психологии Франкл взял много полезного. Тем не менее, он отошел от них и начал формировать свое мировоззрение. Огромную роль в этом сыграли годы, проведенные в концлагерях нацистской Германии. За всю свою жизнь Франкл не раз замечал, как часто судьба дарила ему шанс. Это лишний раз подтверждает его теорию о смысле жизни. Трагические события в жизни Франкла начинаются в 1938 году, во время присоединения Австрии к нацистскому рейху. В этот момент для всех евреев Австрии начались трудные времена. Любой день для каждого из них мог стать последним. Незадолго до этого Франкл, как и многие другие выдающиеся научные деятели Австрии, получал предложение эмигрировать в США. Но он категорически отверг его. Это предложение не распространялось на его родственников, а он не мог оставить в трудную минуту своих престарелых родителей. К слову, Зигмунд Фрейд принял подобное предложение и перебрался вместе с женой и дочкой в Штаты, тогда как его родные сестры сгинули в лагерях. Судьба была благосклонна к Франклу, он получил несколько лет отсрочки от трагических событий. Гестаповец, отправлявший Франкла в лагерь смерти, оказался его бывшим пациентом и вычеркнул его из списка. Но в 1942 году о Франкле вспомнили, и в этот раз чуду не суждено было случиться. Виктору Франклу было уготовано попасть на костер нацизма. С 1942 по 1945 годы Франкл переживает самые трудные годы своей жизни. Превозмогая боль, холод, голод, страх и унижение, он ищет ответ на главный вопрос – в чем смысл жизни? Именно смысл жизни Франкл ставит в основу своей психологии. Опыт, полученный в концлагере и уроки, извлеченные им из этого опыта, Франкл описал в книге «Психолог в концлагере», которая была опубликована вскоре после войны. Эта книга стала одним из главных стимулов ее автора выжить в концлагере. Его мотивировала мысль записать ее и опубликовать. Хотя, как признавался Франкл, книгу он писал с убеждением, что она не принесет, не может принести успех и славу. Из всех его книг именно она получила наибольшую популярность и была переиздана бесчетное множество раз на разных языках. Общий ее тираж уже давно перевалил за два с половиной миллиона. После освобождения из лагеря Франкл ощутил небывалый творческий подъем. За несколько послевоенных лет он издает около десятка работ. Наиболее значимый из них «Сказать жизни да», «Психолог в концлагере», «Человек в поисках смысла», «Доктор и душа», «Психотерапия и экзистенциализм», «Воля к смыслу», «Подсознательный бог» и «Психотерапия на практике». В своих книгах он неизменно касается темы смысла жизни. Франкл писал, цитата, «Сегодня мы уже имеем дело не с проблемами на почве неудовлетворения сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с невозможностью удовлетворить экзистенциальных потребностей, основанных на уникальности бытия человека. Сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во времена Ардлера, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением пустоты». Конец цитаты. Заключение. В заключении хочется еще рассказать, что жизнь без смысла не имеет абсолютно никакой значимости. Важно найти его и вести перед собой как путеводную звезду, потому что именно он поможет прожить свою жизнь с тем достоинством, на какое только способен человек. Виктор Франкл искренне считал, что жизнь каждого человека должна быть наполнена смыслом, и каждый человек имеет возможность обрести его, стоит только задаться этой целью. Как это сделать, самостоятельно или с помощью специалиста-психолога, решать только вам. Виктор Франкл посвятил этой теме множество научных трудов, в том числе и глобальных, таких как «Психолог в концлагере» и «Человек в поисках смысла». Эта книга – лишь краткое изложение основных мыслей автора. Надеемся, что она помогла вам найти ответы хотя бы на часть ваших вопросов. Будьте счастливы!